Последнее пророчество Ванги, в глобальном катаклизме уцелеет только Россия. В начале каждого нового года люди пытаются приоткрыть таинственную завесу времени и заглянуть в будущее. Что год грядущий нам готовит? В предсказаниях всевозможных прорицателей нет недостатка. Но верить можно лишь немногим, в число которых, безусловно, входит великая болгарская ясновидящая баба Ванга, Вангелия Пандева Гуштерова. Знаменитой ведунья уже нет в живых, но ее пророчества на 2020 год донесли до нас ее наследники. На грани войны. Сразу же следует заметить, что дословные пророчества бабы Ванги до нас не дошли. Ее иносказания, изобилующие метафорами, записывались окружающими ее людьми и истолковывались ими исключительно в силу их понимания. Среди этих записей есть несколько предсказаний, относящихся непосредственно к 2020 году. Итак, что же принесет миру белая металлическая крыса? По мнению проведицы, этот год станет переломным для всего человечества. Нас ожидает множество испытаний. Согласно записям, сделанным с ее слов, в первом полугодии 2020 года мир поразит глобальный экономический кризис, из-за чего многие страны окажутся на грани вооруженного конфликта. В частности, одно из государств Ближнего Востока, возможно, Израиль или Иран, может спровоцировать Третью мировую войну и постарается втянуть в нее как можно больше участников. Экономический кризис затронет и Российскую Федерацию, но наша страна выстоит и выйдет из него достойно. Ванга предсказывала, что на смену деньгам придут цифры. Что она имела в виду? Возможно, криптовалюты, которые существуют только в виде виртуальных монет, без участия реальных денег. Их роль при взаиморасчетах постепенно возрастает. Кроме того, вполне вероятно, что и безналичная форма оплаты через карты с использованием цифровых счетов полностью вытеснит бумажные и металлические деньги. Эти процессы в наступившем году пойдут лавинообразно. Незадолго до смерти, в 1995 году Ванга сказала, что именно в 2020 году появится человек, который сможет дать людям надежду и установит, покой на всей земле. Не совсем понятно, что значит, появится, то ли только родится, то ли начнет свою судьбоносную деятельность, но звучит оптимистично. В том же 1995 году болгарская ясновидящая предсказала, что в 2020 году будет открыт новый источник энергии, по своей мощности не уступающий Солнцу. Опять же неизвестно, что это за источник, и в какой стране будет сделано это открытие. Можно лишь предположить, что для России, значительная часть бюджета которой зиждется на экспорте нефти и газа, это не самая приятная новость. Снег получит власть над людьми По предсказаниям Ванги, в 2020 году на Землю обрушатся природные катаклизмы, большие вспышки, по ее словам. Мир ожидает великое потрясение, которое будет связано с огнем и повлечет за собой множество жертв и разрушений. О другом катаклизме предупреждает следующая запись, снег получит власть над людьми, подняв море и океаны. Как это понять? Возможно, это связано с ледником Ларсена у побережья Антарктического полуострова. Ученые прогнозируют откол от него огромного куска. Его дрейф поднимет уровень Мирового океана. В результате под толщей воды окажется большая территория Юго-Восточной Азии, половина Европы и частично Южная Америка. В середине лета начнется большое переселение, которое приведет народности южных стран в Канаду, Северную Америку и Россию. Серьезные бедствия ожидают Тайвань и государства Юго-Восточной Азии. Ванга предсказывает сразу несколько землетрясений в этом регионе, связанных с деятельностью человека. Восточная часть нашей страны также подвергнется ударам стихии, и люди устремятся в центральные области. Африку охватит голод. Это вызовет невиданную смертность и породит новые вирусные заболевания, которые распространятся по всем сопредельным странам. Человечество найдет спасение в США и Центральной России. Слуги дьявола Западную Европу в 2020 году будут сотрясать конфликты на религиозной и этнической почве. Ванга предвидела масштабные переселения в Старый Свет сирийцев, ливанцев и людей прочих национальностей по причине бесконечных военных действий на территории их родных государств. Провидица говорила, что, толпы инакомыслящих, представляясь жертвами, превратятся, в слуг дьявола. К 2020 году население Европы начнет вымирать. Этому будут способствовать многочисленные войны на этой территории, в которых погибнет много людей. А что же государство Гегемон? Ванга оставила довольно четкое предсказание, США потеряет голову. Старость погубит страну. Возможно, речь идет о предстоящих выборах президента в 2020 году. В тетради пророчеств на 2020 год есть такая запись, «Страна, где просыпается солнце, получит подарок». Возможно, предсказательница говорила о российских островах, на которые претендует Япония. Но вряд ли наша страна отдаст эту часть своей территории. Большие открытия. А что же будет с Россией? Предсказания Ванги на 2020 год для нашей страны звучат вполне оптимистично. Финансовый кризис, который серьезно подорвет положение Европы и США, почти не отразится на нашей стране. «Российская федерация по-прежнему останется цельным и неделимым государством, в ней не будет междоусобицы желания отделиться со стороны автономных республик, войн не вижу, не будет также пепелища и огня», – предсказала Ванга. «Именно наше государство, проявив дипломатический такт и политическую волю, спасет хрупкий мир на планете и урезонит агрессивные страны. Главную роль в разрешении конфликта сыграет российский лидер, чье имя, благодаря этим событиям, сохранится в веках. По-прежнему наши, партнеры, будут зариться на российские недра, но Ванга предупреждает, как возьмут чужое, свое потеряют. Так что пока можно быть спокойными за свое национальное достояние. Летом, по мнению болгарской провидицы, будет большая засуха, очень душно, солнце обжигает, жара несусветная. Дождей не будет так долго, что даже реки измельчают. Но все же засухи не получится нанести вред сельскому хозяйству, дождик пройдет, и не погибнет урожай. Голод, который поразит многие страны, не коснется России. Урожай зерновых культур в будущем году позволит удовлетворить не только внутренние нужды, но и поделиться с соседями, попавшими в сложное положение. Важным для нашего государства предсказанием стали слова ясновидящие о рождении здесь большого количества талантливых детей. Эти юные гении, повзрослев, не только освоят космос, но сумеют открыть еще одну планету, которая будет вполне приспособлена для жизни на ней человека. Но отправиться туда смогут далеко не все жители планеты Земля, да и не сразу. По предсказанию Ванги, в 2020 году одним российским ученым будут сделаны большие открытия в области медицины и лечения страшных болезней. Этот человек, продлит жизнь, и, упредит смерть. Ласточка вернется в свое гнездо. Вызывает интерес следующее пророчество, ласточка вернется в свое гнездо. Возможно, речь идет об Украине. Ласточка является символом этой страны. И еще одна запись, три сестры воссоединятся, а старшая из сестер простит и забудет все обиды. Думается, эти сестры, Россия, Украина и Белоруссия. С Белоруссией у нас никогда не было серьезных конфликтов и, судя по предсказанию Ванги, уже и не будет. А что касается строптивой сестры, Украины, то, возможно, отношения с нею перейдут в более мирное русло. В 2020 году на украинской земле пройдут крайне важные политические и экономические переговоры. В них примут участие лидеры многих европейских государств, а от результатов этих встреч будет зависеть будущее всего континента. К концу года между Украиной и Россией возобновятся потерянные контакты, а основным инициатором мирного процесса выступит президент РФ. В целом предсказания Ванги на 2020 год говорят о России как о процветающем и активно развивающемся государстве, которые ожидают грандиозные открытия в военной и научной сферах. Держава увеличит свою силу и мощь, станет эффективным лидером и обеспечит мир и стабильность своим гражданам. Будем надеяться, что эти обнадеживающие пророчества болгарской и ясновидящей сбудутся.